Сильная женщина Беспрекословно подчинялись царице Играла с огнем, да? С огнем играла За свою долгую и богатую событиями жизнь Украдительница воспитала около 80 львов Шлейф ее мировой известности тянулся за ней всю жизнь И даже уйдя с манежа, она продолжала вести активную деятельность Принимая участие во всех значимых событиях цирка и искусства Непревзойденную царицу звали Ирина Бугримова Как получилось так, что хрупкая женщина взялась за самую опасную и страшную работу? Дрессировка, да не просто собак или кошек, а самих царей природы, львов Начало 20 века было ознаменовано открытиями и новыми свершениями В России грянули большие перемены Разразилась революция и мир в могущественной империи перевернулся Именно в это время стали появляться новые люди Красивые, сильные и бесстрашные Третья дочь Бугримовых, Ирина, обладала недюжинным нравом и характером И ветеринар-отец воспитывал в ней крепость духа и тела Мать же пыталась привить девочке любовь к искусству, танцам, музыке Она не боялась трудностей и во всем хотела быть первой Занималась балетом, спортом и музыкой одновременно Стремление, ну, ко всему Вот ей хотелось и одним заниматься, и вторым, и третьим Судьба как бы подталкивала Ирина Николаевна Бугримова Это прежде всего фантастическая, талантливая женщина Понимаете, с этим тоже надо родиться Ее захватывали все новые и новые увлечения Поэтому, когда в 20-е годы стали появляться первые кинофильмы Бугримова решила стать актрисой Но непростой В то время чаще всего показывали картины Изобилующие самыми невероятными и сложными трюками И Ирина решила стать трюковой артисткой Начались серьезные тренировки и спортивная подготовка Которая отвлекла будущую дрессировщицу от экрана И поманила в новый путь в Харьковский институт физкультуры Ну, ее все тянуло Ей всегда было мало того, чем она занималась Обязательно надо куда-то еще идти Еще что-то делать, еще что-то осваивать И обязательно гореть Гореть вот этим вот энтузиазмом Во всем, все увидеть Тогда еще Бугримова и не помышляла о цирке В связи с новым увлечением Ирина Бугримова много времени проводила на Харьковском стадионе Там и произошла встреча, впоследствии изменившая всю ее жизнь Александр Буслаев был инструктором спорта И прежде всего знаменитой фигурой среди харьковской молодежи Он был одет как киногерой из заграничных фильмов Подкатывал к стадиону на собственном мотоцикле марки Харли Дэвидсон И покорял миллионы девичьих сердец Но именно Ира оказалась совершенно равнодушной к местному плейбою Немного показное равнодушие Бугримова излило тщеславного Буслаева И он всерьез начал ухаживать за юной спортсменкой Который к тому же уже порядком надоел спорт Ну, а когда познакомились То, естественно, у таких талантов У них возникает взаимная симпатия Какая-то общая целестремленность Они начинают как бы фантазировать Они начинают мечтать о чем-то И мечтать стали о том, чтобы вот им Как бы сказать Создать что-нибудь такое реальное Чтобы можно было себя в этом проявить Сильной женщине хотелось новых, острых ощущений И внимание Бугримовой привлек цирк Но попасть туда со стороны не так просто В цирке в основном главенствуют династии Людей со стороны там не жалуют Но с наступлением нового века Пришли новые возможности и традиции В цирк стали приходить люди из спорта Которым было проще влиться со своей спортивной подготовкой Ирина Бугримова собиралась прийти на арену Сразу же победительницей Она выделялась Честно говоря, она была очень красивая Но что-то такое было в ней Сила такая царственная Что прям невозможно было спокойно ее смотреть И по желанию, когда ты смотришь Хотела, чтобы у нее получалось Потому что она, когда на комплимент потом выходила Значит, ну это был действительно такой фурор Должен был быть фурор, обязательно Последняя точка должна быть с восклицательным знаком Дирекция Харьковского цирка Не смогла противостоять напору юной спортсменки Дело оставалось за малым Придумать номер, с которым можно было выступать в цирке В то время на аренах советских цирков Работало много иностранных гастролеров И однажды Ирина увидела номер Полет на санях артистов Лейнард Который тут же предложила переделать на свой лад И выступать с этим номером в цирке Время для подготовки номера было только ночью Так как именно тогда Манеж был свободен от представлений И репетиций других коллективов На создание нового аттракциона ушло около полутора лет Ирина Бугримова полностью контролировала И сама проектировала конструкцию сложного сооружения Для полета на санях И вот придумали они этот полет на санях Так, чтобы вот эти сани, они, предположим, сели Откуда-то из-под копола летели Чтобы эти сани перевернулись вокруг, как говорится, оси И чтобы это было не один раз, а дважды даже по возможности И приземлились, и это был фурор такой Дебют Бугримова и Буслаева состоялся в 1931 году И имел ошеломляющий успех Ирина поняла, что цирк раз и навсегда Прочно занял место в ее сердце И главное, они законно заняли место в цирке И в так называемой цирковой семье Тем более, что теперь у Бугримовой и Буслаева Была своя семья Работа, общие идеи настолько сблизили молодых людей Что они решили пожениться Теперь Ирина работала вместе с мужем Конечно, они уже не только были вместе, как партнеры Уже как-то сблизились, уже личная жизнь у них тоже Как бы пошла в одном русле Они понимали, что они нужны друг другу И взаимно, конечно, дополняли друг друга Что очень важно для цирка Она была необыкновенной женщиной Она была красавицей Она сводила с ума мужчин до очень серьезного возраста В нее влюблялись, пленялись Это талант Это тоже от Бога Внутреннее какое-то тоже свечение, обаяние Но мужчины на пути Ирины Бугримовой Всегда были дополнением к ее яркой и непредсказуемой жизни Ирине трудно было найти спутника себе под стать Ведь она была сильной женщиной Она такая была одна И именно такая, которая ни в чем Не только не уступала мужчинам, дрессировщикам Она была, как женщина, ярче А постоянными оставались только львы Которых было около сотни Но все это впереди А сначала долгая и упорная работа И преодоление себя И самых своевольных животных нашей планеты Еще в детстве Ирина занималась каданием на лошадях И сейчас решила вспомнить свое давнее увлечение И одновременно Ирина Николаевна Поскольку у папы было много наиподроме лошадей Ну, конечно, она никак не могла не обойтись без лошади Ирина Николаевна в свое время очень хорошо владела школой верховой езды И мало того, что она сама работала номер Высшая школа верховой езды Она очень грациозно горцевала в одном из парадов На каком-то из представлений Артистка подготовила номер Высшая школа верховой езды Изящная и красивая Ирина В образе Амазонки была неотразима Здесь она могла показать то, чему ее учили в школе танцев И все же сильной Бугримовой хотелось большего Такого, чего раньше не было Но постоянная неудовлетворенность У каждого артиста обязательно зреет Пока он работает один номер У него зреет не один номер в голове Ирина мечтала работать с хищниками Однако русских укоротителей на арене почти не было И Бугримовой приходилось наблюдать за тем, как работают на манеже заезжие дрессировщики Которые к тому же никого не пускали к себе на репетиции Но вот однажды, работая в Москве Бугримову и Буслаеву вызвал к себе управляющий цирками Александр Данкман В то время цирк закупил группу дрессированных леопардов И Данкман предложил Бугримову аттракцион с хищниками Представляете, женщина-укротительница Такого еще в цирке не было В тот период, когда Ирина Николаевна описывает создание своего вот этого аттракциона Действительно не было номеров Женщины-укротительницы или дрессировщицы Да еще такой актрисы Не было вообще Ну, как говорится, в обозримом пространстве В нашем Советском Союзе Их не было таких номеров Бугримовой предстояло стать первой женщиной-укротительницей хищников Но была одна загвоздка Данкман считал, что в клетке должен находиться только один человек Один среди хищников Александру Гуслаеву здесь отводилась роль второго плана Тщеславный Гуслаев сразу же отказался от этого предложения Бугримовой пришлось уступить мужу И отложить свои мечты Но Ирина уже твердо знала, чего она хочет Хищники Вот где сильная женщина могла показать все свои возможности Весь свой характер Через некоторое время такая возможность появилась Ирине предложили трех маленьких львят Возникла идея совместного номера Буслаева и Бугримовой Быть своей среди своих Вот так вот И чтобы они ее принимали Но в то же время, что она никогда не теряла над ними Ну, превосходство, не то слово, может быть Но контроля над поведением она, конечно, не теряла Она решила, что ее новые подопечные сразу же смогут беспрекословно выполнять все ее указания Тогда она и не подозревала, что дрессура – это долгий и тяжкий труд Упорные, непрекращающиеся занятия И так как никаких пособий по дрессировке опасных хищников не было Хрупкой, но властной женщине пришлось самой постигать это сложное искусство Суть дрессуры заключается не в украшении, не в избиении, не в подавлении животных А в том, что они вырастают на ваших руках Вы мама и папа этих животных Они другого не знают, украть старшего Они иногда могут баловаться, их можно остановить, отдернуть, наказать Не избивать, но наказать Не дать какое-то любимое угощение каким-то образом Но это ваши дети Своих новых питомцев Бугримова назвала не просто, а с глубоким смыслом Гай, Юлий и Цезарь Решающую роль в этом решении сыграл один случай из детства На столе у отца Ира увидела книгу с изображенным львом и спросила, о чем она В ответ девочка услышала, что это книга о великом римском полководце Юлии Цезарь А лев изображен потому, что государственный деятель был храбрым, гордым и смелым, как лев Аут-Цезарь, аут-Нихель или Цезарь, или никто Такую фразу любил повторять отец Ирина Бугримова А сама Ира часто говорила другие слова Если и укращать, то только царя зверей Так Бугримова начала свой путь царицы над царями Конечно, скажет вам любой знающий цирк и знающий историю Ирины Николаевны За любой женщиной стоит всегда мужчина Конечно, в создании аттракциона Бугримовой и Маргариты Назаровой И других женщин, и Ольги Борисовой сегодняшней Всегда стоят мужчины Естественно, это очень опасное Ежедневно опасное дело И Буслаев, первый муж Ирины Бугримовой Помогал ей создавать этот аттракцион Ирина начала работу Она знала, что для достижения настоящего успеха Ей нужен совершенно новый и необычный номер Красивый и эффектный трюк И тогда пришла совершенно новая идея Лев на мотоцикле Решили сделать такой вот аттракцион Чтобы, значит, ну, мотоциклы Какая-то клетка, типа как трека такого Значит, круговая Чтобы можно было сильное движение развивать на большой скорости И ввести туда животных Льву Юлию предстояло стать мотогонщиком Началась долгая и упорная работа Нужно было приучить Льва к шуму и скорости мотоцикла К тому же предстояло подружить Льва с Александром Буслаевым Ведь они вместе должны были проехаться по манежу И вот настал день, когда Лев, сидя сзади Буслаева на багажнике И, положив голову ему на плечо, помчался по треку Новый успех дрессировщицы затмил все их предыдущие номера Они без сожаления расстались с полетом на санях и школой верховой езды Теперь все свои силы супруги направляли на аттракцион с хищниками В работе теперь сопутствовала удача Чего нельзя было сказать о личной жизни Ирины Бугримовой и Александра Буслаева Львы принесли им известность И они же внесли раздор в личные отношения супругов В начале лета 1941 года Чета Бугримова Буслаев отправилась отдыхать в Крым впервые за несколько лет Там же их и застала война Супруги сразу же отправились в Москву, в цирк Где прямо на арене шла запись в народное ополчение Знаменитые артисты были в числе тех Кто не остался равнодушным упорю, которая обрушилась на страну Но дирекция цирка настояла на том Что Буслаев и Бугримова должны продолжать репетиции и выступления Фронт и тыл едины И супруги продолжили свою работу Рациональная в ней присутствовала, мне кажется, всегда Вот я сколько помню Не улетала она в своих этих эмоциях Дальше рация Нет Всегда была вот остановка Когда надо Она всегда себя сразу сдерживала Вот такой характер Это видно было дано Бугримовой предстояла первая встреча с ее подопечными после отпуска В которой они отправились незадолго до начала войны Как и обычно, дрессировщица зашла к ним в клетку Дождалась униформистов с перевозочной клеткой для отправки на манеж И совершенно неожиданно лев Юлий сзади набросился на Ирину Гай вцепился своими когтями в ногу Бугримовой Что такое? Ирина ничего не могла понять Львы впервые за все время вели себя так агрессивно И напали на дрессировщицу Паника, возникшая по другую сторону вольера, еще больше разозлила львов Кровь уже пропитала всю одежду Бугримовой И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не подоспел помощник Окровавленную Ирину сразу же повезли в больницу Уже через полчаса она лежала на операционном столе клиники Склифосовского От нападения хищников у дрессировщицы пострадали в основном ноги Бугримовой наложили 48 швов Первое нападение оказалось не последним Как теперь обращаться со львами, Бугримова еще не знала Но как только ей стало лучше, она решила пойти на фронт Но у дирекции цирков были свои планы И после клиники, едва оправившаяся, Ирина Бугримова поехала в Магнитогорск открывать цирк Несомненно, она была ярче Может быть, в ней была какая-то такая стальная, что ли, внутри Я не знаю, струна, что ли, что ее держало Она всегда отличалась тем, что действительно Она не скрывала вот этой своей, понимаете, дерзновения своего Ведь многие же в себе там что-то думают и тихо что-то сочиняют, как говорится А у нее это светилось Все через нее После тяжелого потрясения Смелая и властная Бугримова твердым шагом вошла в клетку Льву нужно показать, что ты сильнее его Рядом с этим животным нельзя бояться Так впоследствии любила повторять знаменитая дрессировщица И тогда она показала, кто на самом деле хозяин Ирина Бугримова прекрасно провела представление Но преодолев проблемы в работе со львами Ирина не могла решить проблемы личной жизни Буслаев, безусловно, был творческим и одаренным человеком Но эгоизм и себелюбие уже не раз ставили их отношения на грани разрыва Никто не хотел уступать С Александром Буслаевым Ирина Николаевна проработала до 47-го года После этого и до конца жизни Ирина Бугримова выходила на манеж одна Одна среди львов Были травмы И бросались на нее И во время подготовки к выпуску Аттракциона этого Тем не менее Она все это преодолевала Рвали ноги И сухожилия И лицо Каждый день Ирина Бугримова шла в бой И не знала вернется ли домой невредимой И все эти трудности она преодолевала Так как это была ее профессия, которую она любила Она их так чувствовала У нее было, наверное, я не знаю какое чувство Седьмое или восьмое Что она предвидела И затылком, и спиной своей чувствовала И знала даже, что он сейчас бросится И схватит ее И она уже знает, что она ничем не может И все-таки она ему еще чем-то хочет препятствовать Чтобы показать, что и она на равных с ним Но что делать после разрыва с Буслаевым Трудно было понять У Бугримовой остались только ее верные и своенравные львы Нужны новые аттракционы Новая программа И вот тут, конечно, пошли ее Уже ответственность повысилась Она осталась одна Когда они решили так с Александром Николаевичем Она осталась Именно решила для себя Что она будет работать в клетке с животными И не просто работать А вот быть царицей цари львов Эта мысль ее никогда не покидала И вот, прогуливаясь по городу Ирина Николаевна увидела во дворе Раскачивающиеся качели Моментально возникла идея трюка Лев в воздухе Была только одна проблема Львы боятся высоты Неизвестно, как поведет себя хищник под куполом цирка Но эта идея уже прочно засела в голове у дрессировщицы И своего она добилась Красивый трюк, который она придумала И очень ценила Это когда, значит, она только входила в клетку И, значит, была площадка на четырех тросах Подвешенных к куполу Заходил лев на площадку И она сзади него И все это взлеталось Все вверх И большой кач, так метров на 25 Над манежем И вот она так как пролетит Представляете, над цирком Публика сразу Новый аттракцион Лев на качелях Имел ошеломляющий успех у зрителей Успех И очередная травма Во время исполнения трюка качели Бугримова, раскачиваясь со львом под куполом цирка Слишком близко поставила ногу к морде животного Недолго думая Лев вцепился в стоящее рядом колено клыками И не собирался его отпускать На костюме выступила кровь Превозмогая боль Дрессировщица продолжила номер И довела его до конца После представления Пошла в цирковой медпункт Где рану обработали Но уже на следующий день У Бугримовой поднялась температура Боль в ноге не отпускала И ей вызвали хирург Который пришел в ужас от увиденного И решил делать операцию Прямо в номере отеля Где остановились артисты цирка У Ирины развелась газовая гангрена И если бы не срочная операция Дело могло закончиться Ампутацией ноги В той ситуации Лев оказался силен Но еще сильнее была Бугримова Она вернулась на манеж Сразу же, как смогла ходить А потом я все-таки Понимаете Находила пути К этим условиям Очевидно, это мне дано природу И тогда Ирина Бугримова Решила совершить еще один подвиг Самое трудное Это собрать группу львов В одной клетке Но самое сложное для Бугримовой Самое интересное В природе львы живут в прайде На одного самца Приходится несколько самок Именно поэтому В команде Бугримовой Никогда не было самок Только самцы К тому же дрессировщица Вспомнила еще один эффектный трюк Который увидела еще в 20-е годы Тигр на лошади Так появилась идея Льва-наездника Она потратила огромное количество Времени на то, чтобы Приучить лошадь ко льву И посадить хищника на ее круп Но в голове у Бугримовой Зрели уже новые идеи Лев ходит по канату Прыгает через голову дрессировщицы Берет мясо у нее изо рта Я понимаю, что это было Настоящее познание цирка Вот с того тяжелого Трудового момента Мы видели эти репетиции Видели и нам стыдно было Как-то не тянуться за этим Ирина Бугримова Первой в мире Засунула голову в пасть льва И завершал представление Эффектный номер ковер Дрессировщица лежит на своих питомцах Хищных и грозных Становившихся под ее началом Не более чем послушными кошками К своим питомцам Укротительница относилась Как к равным партнерам по манежу Через ее руки прошла почти сотня львов И всех она помнила Потому что каждый из этих зверей Был ее партнером Со своим нравом и судьбой Но был один, который помогал И защищал ее всегда Любимого льва Бугримовой Звали как прославленного Римского императора Цезарь И это имя он носил по праву Он стал ее другом на многие годы Вместе они проработали 23 года Что является рекордом Даже для зверя, живущего в неволе Так как в природе Эти животные живут намного меньше Естественный отбор и болезни делают свое дело 16 лет для животного Это глубокая старость Цезарь всегда вставал на защиту своей хозяйки Даже в самых страшных звериных бунтах За что не раз мог поплатиться своей жизнью А своенравные кошки Не однажды показывали свои когти А Цезарь дело в том, что он действительно Ну был ей судьбой, что ли, так послан Теперь уже так можно говорить Раньше, наверное, было больше рационализма Он чувствовал, что она хочет Вот знает, что положить всех, значит, чтобы на ковер Чтобы они все легли на манеж Это, ну не так-то просто Ну и мне очень хочется И нужно ровненько лечь И там, чтобы их потом за хвосты не подтягивали как-то Знаете, выравнивали? Он первый подавал пример Он как партнер ей был Он понимал Вот сам первый пошел Лег и все остальные По одному там она всех стала укладывать Как-то, когда представление уже подходило к концу Ирина Бугримова заканчивала его трюком ковер Когда укоротительница лежит на львах Свет приглушался И вот восторженный зритель Решил эффектно преподнести артистке букет цветов Кинув его прямо на манеж Вслед за этим со всех сторон полетели сотни букетов Что возбудило львов Они повскакивали Оставив ничего не понимающую Бугримову лежать на полу Что вдвойне опасно Львы дрались за букеты Налетали и разрывали их в клочья И только покорный цезарь пытался усмирить разыгравшихся соратников Львов с трудом удалось загнать в клетку Это хищники, они остаются хищниками И рефлекс срабатывает все равно А верный цезарь опять был рядом И даже помогал Ирине Николаевне воспитывать молодняка Лев до самых последних своих дней Выходил на манеж и исполнял все основные трюки До последнего момента, уже будучи больным Заслышав знакомую музыку за фургангом Цезарь рвался на манеж Расставание было болезненным Лев сильно заболел и уже не мог выходить из клетки Животное пришлось усыпить Ирина Николаевна не скрывала слез Ушел ее друг, ушел ее партнер Самый лучший и самый преданный Так получилось, что детей у легендарной женщины не было Как не было и своего дома Львы заменили ей семью Поэтому, когда в 52-м году Будучи на гастролях во Владивостоке Ирина Бугримова получила телеграмму В которой сообщалось, что ей предоставлена квартира Она заплакала После 20 лет скитания по гримеркам и гостиницам Дрессировщица наконец-то обрела свой дом Теперь Бугримовой было куда возвращаться После долгих гастролей и выступлений А ведь большинство артистов цирка Тогда даже не имели прописки Но дрессировщица сразу же вернулась К своим подопечным Которых она любила и уважала Несмотря ни на какие неприятности Которые ей приходилось испытывать Я помню, в каком-то из городов Мы поехали на выездную встречу Значит, Ирина Николаевна забрала этого льва Так там, когда мы вошли в зал Там пол зала повскакивало с места И тягу дали Потому что он живой Причем, знаете, он был очень красивый Такой гривастый, настоящий Такой вот Пустынный Из сахара откуда-то А львы не собирались сдаваться Они по-прежнему показывали свой характер Однажды на гастролях в Польше Лев Гриф ударил дрессировщицу лапой прямо по лицу Позже в больнице, после операции Она услышала фразу, сказанную хирургом Панина родилась с тремя очами Конечно, для такой красивой женщины Для такой отважной дрессировщицы Очень важно было, важно Чтобы она была всегда в форме И всегда в манеже В другой раз лев, наверное, хотел поиграть Ирина махнула рукой, а он лапой Три пальца повисли на сухожилии После операции врач предупредил Что срастаться все будет очень долго Но дрессировщица надела себе шины из бигуди И сразу вышла на манеж Все разные, и люди, и животные А уж когда хищник с характером Ну, милый мой, держи Но несмотря ни на какие обстоятельства Ирина Бугримова ни разу не пожалела О выбранном пути Действительно, судьба берегла Отчаянную и храбрую женщину В клетке с хищниками Но неожиданный удар Последовал совсем с другой стороны Бугримова Это дерзание, отвага И королева, и женщина-вамп Единственная И спорить не надо На всех континентах в сиянии рамп Большой артист, великий артист Такой, как Ирина Николаевна Бугримова Это наполнение Это от Бога Причем не в переносном, но в прямом смысле И я очень в это верю Шло время И несмотря на неиссякаемую энергию Ирина Николаевна начинала подумывать О своем уходе с арены Но сделать это в один момент очень сложно Для этого нужны годы тренировки своего преемника Чтобы тот смог достойно перенять номер Да еще не простой А номер самой Бугримовой Дружила она с семьей Берековых Музыкальные эксцентрики И вот у них были два сына Значит, старший Стуар и младший Борис Именно с Борисом Ирина Николаевна Подружилась в 50-е годы И более 20 лет они ездили вместе И Борис наблюдал за всем, что делала на манеже Непревзойденная Ирина Бугримова Потому что все равно уходить-то надо было Уже в какие-то там 10 или 7 или сколько-то лет Но все равно за этот период нужно было все передать Чем ты овладела Это, во-первых, невозможно А с другой стороны надо делать Правильно? Значит, сумеет Борис все это воспринять Или что-то воспринять Чтобы она смогла спокойно ему это передать И вот Борис оказался как раз тем человеком Поэтому вопроса о том, кому передавать свою работу Перед ней не вставала На пенсию неутомимая дрессировщица ушла в 67 лет Она как-то внезапно закончила свою деятельность Передав аттракцион нынешнему директору Воронежского цирка государственного Народному артисту России Борису Бирюкову Который с честью пронес этот флаг Вот Но она осталась, значит, в совете ветеранов В художественном совете Ну, я сегодня, когда иногда смотрю на молодежь Ну, я вправе так уже сказать Мне все-таки уже достаточно много лет Я удивляюсь, что какой энергией обладала Ирина Николаевна Но мало того, что она летала в командировке Мало того, что она утром на одном заседании Днем на другом И, причем, деятельность Настоящая деятельность Она не была, знаете, там Нельзя так сказать, что у нее там Какие-то отклонения были в разуме и так далее Она была абсолютно разумная Трезвая Творчески мыслящий человек Знающий профессию Потрясающую во всех жанрах И момент для этого Был выбран идеальный 1975 год Был объявлен годом женщины Программа московского цирка На проспекте Вернадского Была поставлена с акцентом на женские номера Именно там у Гримова Блистала последний раз Но такая женщина, как Ирина Николаевна Бугримова Не могла сидеть сложа руки Первое время она еще помогала своему преемнику Присутствовала на репетициях Давала советы Но вскоре Бугримова поняла, что ученик уже готов Работать самостоятельно И отошла в сторону А Ирина Николаевна после творческой деятельности Вошла в новую активную жизнь Такого же творчески Богатого человека Однако она еще была нужна своему цирку Цирк как наполнял Так и наполняет жизнь Ирины Николаевны до краев Ирина Николаевна была фантастической женщиной Внутренний стержень Внутренняя спортивность Подтянутость Дисциплина Воля И с мужчинами И с руководителями Она могла постучать пальчиком Не орать, не кричать Сказать Знаете что? Для цирка Причем руководителем не цирков А руководителем правительства Когда строился цирк на Цветном бульваре К председателю правительства Пошли три человека Юрий Никулин Олег Попов И Ирина Бугримова И она там на равных говорила С председателем правительства О том что нужно реконструировать Наше национальное достояние За государственные деньги Ведь вы понимаете Что этот цирк был построен За государственные деньги И она умела разговаривать На любом уровне Ирина Николаевна Бугримова К 1996 году В Москве состоялся Первый всемирный фестиваль циркового искусства На Красной площади Где народная артистка СССР Герой социалистического труда Лауреат Ленинской премии Была выбрана царицей бала Все кто видел тогда Ирину Николаевну Открыто восхищались ей Ведь тогда прославленной дрессировщице Было уже 86 лет Но и в этом возрасте Она могла дать фору многим молодым Я обожаю молодежь Я сама была маленькая А теперь стала старенькая Ничего А все равно Жизнь продолжается У нас когда был первый фестиваль На Красной площади Вот она выходила Понимаете В простеньком платьице Ну пока ее не делали королевой Понимаете Некоторые говорили Что ты там не могла это Посоветовать Чтобы платье какой-то Я говорю Да она сама так захотела Белла Ну я вначале так Говорит Выйду Ведь меня потом одевают С ног до головы С короной Как говорится Со шлейфом Все эти мантии Вот Ну я выйду Как я Ирина Николаевна А потом Я уже становлюсь Королевой Мы даем бал В честь первого В честь открытия Первого Всемирного фестиваля Циркового искусства А на балу По традиции Мы должны Выбрать Королеву Как вы думаете Кого мы выбрали? Я думаю Меня Судьба Долгие годы Берегла ее И спасала Из лап Кровожадных хищников Но не смогла Предвидеть другого И вдруг у нее Полная Полная Безысходность Это Перелом Бедра Вот это вот Конечно Если бы это не было 90 лет То Можешь было Сделать операцию Но какая же тут уже операция Когда У нее Ну Уже Ни силы Ничего нет И вот этот момент был Ну Не перенесла она Если можно так сказать Потому что Сколько анализы И всякие Ей делали Как говорится Врачебная диагностика Вся Которая она проходила У нее фактически Было все хорошо Кроме того что Ей уже ничего не хотелось В этой жизни Около четырех месяцев Ирина Бугримова Лежала в больнице Диагноз Перелом Со смещением Одна нога Стала короче Другой На четыре сантиметра Она Вот это вот Смириться с тем Что она стала немощной Она говорит Ну зачем Жить Смерть пришла Очень спокойно Она просто уснула И все таки До последних дней Укротительница Ходила Преодолевая Свою немощь Ирина Николаевна Бугримова Ушла из жизни Двадцатого Февраля Две тысячи первого года На девяносто первом году жизни Она была Роскошным Дрессировщиком И она была Потрясающим Деятелем цирка Потому что уйдя из цирка Она помогала всем Быть выше Ярче Красивей Интересней Чем другие люди Это Бугримова Идет толпа Вы ее отличаете Она особая Как еще сказать Не знаю Она родилась В начале двадцатого века А уйти ей Было суждено В миллениум В тот страшный год Нашу землю Покинуло много Выдающихся людей Среди них была И знаменитая Дрессировщица Ирина Бугримова Она часто говорила Что в жизни У нее Было восемьдесят Львов Восемь лошадей Двенадцать Собак И два мужа Она никогда Не жалела О своей жизни Всегда говорила Что она Самый счастливый Человек Ведь всю жизнь Она занималась Любимым делом Всю себя Отдавая работе Вместе со своими львами Она завоевала мир Царица Навсегда Осталась Верна Себе Цирк Был ее Жизнью И смыслом Цирк Остается С ней И сейчас Время Невластно И бескомпромиссно Едины Бугримова И звездный Час Осталась 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 Продолжение следует...